Сумма пяти последовательных чисел. Задача номер пять. Сумма пяти последовательных целых чисел. Вот здесь нам нужно сначала выяснить, что такое последовательные идущие целые числа. Возможно, стоит привести пример. Пожалуйста, у тебя какой пример? Пять подряд идущих натуральных чисел. А плюс два, а плюс три, а плюс четыре. Ну хорошо. Мы записали некоторое число. Тогда следующее число запишется. Мы прибавляем единичку. Мы прибавляем один плюс один, то есть мы прибавили два. Один плюс один плюс один, то есть мы прибавили три. И один плюс один плюс один плюс один, то есть к предыдущему мы прибавили еще один. И получили пять подряд идущих чисел. Теперь посмотрим по условию. Сумма этих чисел восемьсот семьдесят пять. Как записать сумму этих чисел? Да, пожалуйста. Восемьсот семьдесят пять. 5 равно А, А плюс 1, А плюс А плюс 2, А плюс А плюс 3, плюс А плюс 4, плюс равно 875. 875. Хорошо. Итак, у нас есть то, что повторяется. В нашем равенстве слева 5 раз повторилась буква А. То число, с которого мы начали свой отсчет. А скажите, пожалуйста, чему равна сумма чисел, стоящих слева? Да, пожалуйста, это справа. 875. А слева вы видите, что между ними стоят числа. И нам нужно посчитать их сумму. 10. Да. Сколько? 10. 10. Итак, прежде чем мне узнать, какое у меня число А, чему равно, я должна, соответственно, уравнять, а именно, 10 у меня слева, и вычесть придется 10 справа. Сколько будет? 865. 865. Правильно. 865. Какое же число я должна взять 5 раз, чтобы получить 865? Да, пожалуйста. Надо взять число 183. Хорошо. 173. Но вопрос нашей задачки. Найдите эти числа. Поэтому в ответ мы запишем 5 чисел, начиная с числа 73. Значит, это будет 173. Следующее. 174. 174. 175. 175. 176. 176. 176. 177. 177. Хорошо. Давайте посмотрим на это чуть-чуть с другой стороны. Скажите, пожалуйста, вот мы с вами, молодцы, мы с вами говорим, что каждое последующее на единицу больше предыдущего. Можно ли мне сказать, что каждое предыдущее будет на единицу меньше, чем последующее? Нет. Нет. Почему это нет? Ну, если это у меня целое число, то точно так же, как я поднималась, помните? Шаг, потом еще шажок, потом еще шажок. Я каждый раз прибавляла единицу, так? Значит, я могла точно так же взять и спускаться. А именно, взять большее число и спускаться. Минус 1, минус 2, минус 3, минус 4. Правильно? Да. Могла бы и так. Замечательно. Давайте сделаем так. Возьмем число n, возьмем число n и поймем, что последующее, и это, конечно, n плюс 1. А предыдущее какое будет? Да? n минус 1. Последующее какое будет? n плюс 2. А скажите, предыдущее какое было? n минус 2. n минус 2. Как это? n минус 0. Еще раз. Что должно быть? n минус 0. n минус 0. Скажите, пожалуйста, у меня здесь есть число n минус 0. У меня вопрос. Потому что я думаю, что вы меня внимательно слушаете. Точнее, не у меня, а у вашего товарища. Надо сейчас посмотреть на душу и ответить на вопрос. Есть ли среди написанных чисел число n минус 0? Нет. Давай. Нет. Нет? Ты как думаешь? Нет. Нет. Ну, я вижу те, кто думает, что нет. Те, кто думает, что есть. Да? Ты что думаешь? Нет. Нет. У тебя? У тебя. Нет. Так. Ну, иди сюда, скажи. Итак, внимание, послушаем. Показывай, показывай. Число n. Вот твои долгожданные. Мы не говорим n минус 0 и не говорим n плюс 0, потому что это и само число n. Нашлось? Нашлось? Ну, вот видите. Да. Итак, нашлось число. Итак, если у кого-то что-то пропало, говорите, мы найдем. Не может просто число взять и выпасть. Правильно? Если есть плюс 1, плюс 2, минус 1, минус, конечно, число 0 есть. Просто n плюс 0 и n минус 0, это n. Согласен? Нашли. Да. Н минус 3, минус 3, минус 4, но нам не нужно, потому что в задаче у нас всего 5 слагаемых. Задачи 5 слагаемых, они у нас есть. Итак, давайте мы с вами запишем. У нас действительно в записи появляются минус 2 и плюс 2, что в сумме дают? 2 и минус 2, в сумме дают. Да. Ноль. 1 минус 1, что в сумме дают? Да. Ноль. Таким образом у нас сразу получается сумма 5 чисел, и это число будет стоять в серединке. Увидели? Да. Называется среднеаритметическое. В серединке оно стоит. В серединке оно будет среднеаритметическим для них всех. Итак, посчитали, чему равняется n? 875. Что затрудняется? Давайте берем, по сути, по единичке. 37 на 5 не делится. Какое ближайшее число делится? 35. 35. Насколько надо будет? На 7. И 25 на 5 разделить будет? 5. Смотрите, как запишется ответ. 175. Это в серединке стоит среднее. Значит, следующие будут. 170. 177. 6. 174. 177. 173. 173. 177. Увидели? Да. Хорошо. Это тоже один из возможных приемов.